Вот результат незаконной ночной охоты. Впоследствии ночной бойни в районе Станицы Ахметовской убиты шесть диких кабанов, четыре из которых беременные самки. Браконьеры выследили животных тепловизорами, а потом начали их отстрел. Охотиться здесь запрещено. Это своего рода тихая территория, где дикие животные увеличивают свою популяцию. В то время, когда браконьеры стреляли в кабанов, они просто спокойно жевали свою кукурузу. Начальник охотничьего хозяйства Тимофей Погорелов был на ночном дежурстве с коллегой, когда услышал выстрелы в районе поля между селом Гафицка и Станицы Ахметовской. Погнали за браконьерами, которым на машинах, предположительно, помогали сбежать местные жители. Мы по трассе двигались, смотрели в тепловизор. Здесь на поле было два человека. Когда сюда стали подъезжать, они убежали. Позже на месте побоища полицейские обнаружили два вида гильз разного калибра. Они помогли выйти на одного из стрелков. Бывалые охотники уже прозвали браконьеров мясниками. Действовали против негласного охотничьего кодекса не стрелять в самок кабанов. Пока нашли одного человека, я с ним общался. Он раскаивается. Да, все, виноват. Егеря утверждают, незаконной охотой велась группа из пяти человек. Одни стреляли, другие чем могли помогали. Организаторам незаконной охоты грозит тюремный срок до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный государству, составляет 780 тысяч рублей. Вина нарушителей будет доказана. При вскрытии оказалось, что самки были беременны. На свет могли появиться 18 поросят. И если бы их не уничтожили браконьеры, то популяция кабанов пополнилась бы в этом году в четыре раза.